Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас второй выпуск в стенах Юсуповской больницы. С вами я, Эльман Аравич, онколог-химиотерапевт. И у нас в гостях сегодня Виктория Арсеновна. Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Я медсестра онкологического отделения Юсуповской больницы. Мне 30 лет. 5 марта 2022 года мне поставили диагноз «боклеточная лимфома». Теперь расскажите поподробнее. Два года назад вам поставили диагноз. Вам было 28 лет. Молодая, красивая девушка. Чем вы занимались и какие первые симптомы? Что заподозрило, что почувствовали, что что-то пошло не так? Кроме того, что я медсестра, я еще и спортсменка. И спортом я занимаюсь очень давно, много лет. И в тот момент, во время тренировок, я начала задыхаться. У меня появилось сильное сердцебиение, у меня краснело лицо, мне не хватало воздуха. У меня появилась тревожность. Я потихонечку начала убавлять свои тренировки. Перестала ходить на силовые трюки. И ничего не проходило. Я думала, что это из-за тренировок. Потом по ночам я стала очень сильно потеть. У меня появился пот. Потом я начала сильно отекать. У меня начало отекать лицо, руки, стопы, голени. Все это нарастало и нарастало. Потом у меня появились звездочки на теле, на груди, которые тоже все больше и больше нарастали. Я пришла на работу, обратилась к нашим докторам. Они меня посмотрели, выписали, какую диагностику я должна пройти. И 5 марта я здесь сдала общий анализ крови, сделала УЗИ щитовидки. Все было хорошо, все было чисто. Потом мне сделали КТ и там обнаружилась большая опухоль и лимфома. Да, действительно, то, что описывает Виктория, это классические признаки, два-клеточные признаки проявления лимфомы. Как быстро с момента установки диагноза вы приступили к лечению? Благодаря Францеву Дмитрию Юрьевичу мне в течение полтора месяца, наверное, быстро взяли биопсию, поставили точный диагноз, обследовали. И 22 апреля я легла уже на госпитализацию. Когда пациенты получают заключение к компьютерной томограмме, это все-таки еще не уточный диагноз. Были ли у тебя какие-то эмоциональные ощущения, надежды, что все-таки это не злокачественная опухоль? Как ты переживала этот минус? Делилась ли ты с кем-то об этом? И каковы были твои эмоциональные ощущения после того, как ты уже получила заключение биопсии, где уже почти стопроцентно, что это злокачественные клетки, и у вас стоит диагноз рака? Расскажите про ваш эмоциональный компонент. У меня никаких сомнений не было о том, что я не выздоровлю, что-то со мной произойдет, я умру. Такого у меня никогда не возникало, и в течение лечения у меня такого не возникало, и после постановки диагноза у меня тоже такого ничего не возникало. Я плакивала только свои волосы, свою внешность, то, что я знала, что у меня будет химиотерапия, что у меня выпадут волосы. Единственное, вот над этим я очень сильно переживала, плакала. Наверное, месяца два-три я точно над этим переживала. Все. Все остальное я полностью доверилась врачам. К какому врачу бы я ни приходила, мне утвердили только одно, то, что это все лечится, все будет хорошо. И с такими эмоциями я пришла на лечение. Рассказала я, да, я сразу же все это всем рассказала. Я написала в социальных сетях. Я стала там со всем этим делиться. Решила тоже посмотреть, как проходит лечение у других девочек. Я по хэштегам заходила, смотрела и видела, что там очень много красивых, спортивных, веселых девушек, которые тоже проходят такое же лечение. И я думаю, все же нормально, все хорошо, и у меня то же самое будет. Так что я была на протяжении всего лечения и пока обследовалась на полном позитиве. Как вы уже сказали, первым этапом у вас началось химиотерапевтическое лечение. Расскажите, как вы переносили химию, какой-то самый тяжелый из своих дней, если вспомните. Расскажите более подробно, и что вам помогло с этим справиться. У меня было 6 курсов химиотерапии. Самые тяжелые были – это первый курс и пятый курс. Когда я прошла первый курс химиотерапии, у меня через 10 дней, естественно, выпали волосы. У меня упали лейкоциты, у меня начался стоматит, у меня появились язвочки, я не могла говорить, у меня была высокая температура, кости мышцы у меня выкручивало, ломало, мне было очень тяжело, я постоянно эмоционально тоже, то мне хотелось смеяться, то я плакала, кидала в жар, потом мне становилось холодно, потом у меня бегали мурашки. Но самое было тяжелое – это вот первый и пятый курс. А так я все остальные курсы прошла очень даже хорошо. Из всех моих побочек – это были стоматиты, и… все. Только стоматиты. Так, расскажите дальше, на фоне химиотерапии опухоль ушла полностью или нет? На фоне химиотерапии у меня опухоль не полностью ушла. После первого курса она очень сильно уменьшилась в два раза, но в последующих курсах она уменьшалась там на миллиметры совсем чуть-чуть. Вот. Но после первого курса, как мне… Даже не после первого курса, а как мне поставили первую капельницу, я сразу же задышала, мне стало очень хорошо, я очень сильно ждала, во-первых, я очень сильно ждала эту химию, потому что, когда я уже госпитализировалась, дышать было уже вообще невозможно. Вот. И после первой капельницы мне стало очень хорошо, я задышала полной грудью, и в дальнейшем мне было… все становилось лучше и лучше. Вот. И все, меня завтра выписывают. Ура! Так как опухоль ушла не полностью, нам нужно воздействовать дополнительно на оставшийся отчат, я так понимаю, вам начали делать лучевую терапию. Расскажите более подробно про этот этап лечения. Лучевая терапия у меня проходила, там 20 тоже курсов было, но я ее прошла очень легко, без каких-либо побочек. Я приходила, как на процедуры, как на процедуры. То есть, ничего не чувствовала, пять минут лежала и уходила. Ну, было максимально комфортно. Я правильно понимаю, вы до сих пор наблюдаетесь, и все-таки опухоль по снимкам, она еще осталась, хоть она не активна. Нет ли у вас такого чувства, что вы живете на пороховой бочке, и когда-нибудь она может взорваться, и как это эмоционально на вас влияет? Переживала я только во время КТ и после КТ, когда надо было узнать результат. А так я живу обычной жизнью и стараюсь об этом даже не думать. Вы сказали, что в начале, до лечения, вы занимались активным спортом, гимнастикой. Как болезнь повлияла на это? Вы бросили в лист свои занятия или наоборот вас стимулировало заниматься еще больше? Расскажите про жизнь после лечения. Ну, моя жизнь, конечно, изменилась на до и после. Я 8 месяцев, пока лечилась, я спортом не занималась. Я, кстати, во время лечения очень сильно похудела на 10 килограмм. Ну, из-за того, что у меня был сильный стоматит, язвы во рту, я не могла есть. Вот. И... у меня ослабли мышцы. Но я вернулась обратно в спорт. Я продолжаю заниматься. Я вернула свои килограммы и продолжаю заниматься. А теперь к финалу подходим. Пожалуйста, скажите пару слов на путь-синнер для наших зрителей. Если у вас возникли какие-то симптомы, лучше сразу же обращаться к врачу, не затягивать с этим. Если вы уже знаете про свой диагноз, не расстраиваться. Все у нас в голове. Главное быть на позитиве. Как вы себя настроите, так и пройдет ваше лечение. И большое спасибо нашим докторам. Спасибо большое вам, Виктория, что составит нам сегодня компанию. А с вами, дорогие зрители, мы увидимся через месяц, когда выйдет уже третий выпуск. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!